Неприметное снаружи помещение. Внутри тайный цех 24-й бригады. И здесь обычные дроны превращают в боевые. Мы являемся приоритетной целью. Максимально стараемся лишних людей сюда не возить, чтобы здесь меньше движения было, чтобы эту зону, эту точку не выявить. Также в этой зоне мы не пользуемся телефонами, только Wi-Fi. Коптеры здесь перебирают, меняют определенные модули и перепрограммируют, чтобы защитить от российских средств РЭП. Полочки для дронов, 10-дюймовых, 7-дюймовых, которые готовятся к облету на полигоне. Он должен взлететь с весом, и чтобы этот вес его не взорвал, самого пилота. И именно сейчас военные колдуют над очередной партией квадрокоптеров. На один дрон, ну, полчаса уходит, если с пересборкой, до получаса максимум. А так обычно минут 15. В день 10, может 15. Так с утра до вечера. За неделю мы стараемся сделать, чтобы получалось хоть 30 дронов, которые полностью готовы к бою. То есть их пересобрали, перепрошили, протестировали. И, конечно, снарядили соответствующим зарядом. Его также готовят здесь. А вот набивают заготовку пластиковой взрывчаткой. Бросаем, трамбуем, чтобы полости не было, так, чтобы разрывов не было. Ибо если будет разрыв, не сработает взрывчатка. Здесь же сооружают и детонаторы. Используют как готовые боеприпасы типа гранатометных морковок, так и минометные мины. Каждый под свою задачу. А такие мы сами делаем. Набиваем фугасы. Это для раскрытия нор. Потому что достать их трудно оттуда. Так что мы им фугас приносим. Оно открывает блиндаж. А уж потом такие бомбочки. Это камуль осколок. Два в одном. В какой-то момент замечаем необычную татуировку. Упили на руке. Латинский афоризм. Фамилия супраомния. Семья прежде всего. Я во время войны познакомился с девушкой. И она для меня теперь семья. Потому что родителей у меня нет. Братья два на войне. А она моя семья. Взрывчатку, детали и военные модули обычно берут из стандартных боеприпасов. Например, из пушечных снарядов, минометных мин или противотанковых. Для таких опасных манипуляций есть отдельное помещение. И его мы тоже показываем только изнутри. Здесь у нас основной боекомплект, с которым мы работаем. Тоже есть разные наработки. Вот здесь мы разбираем штатные боеприпасы. Туда лезть не надо, потому что оно должно стрелять из штатного вооружения. Но такие условия современной войны. Мы должны учиться. Боец с позывным пиля главный в этой мастерской. Говорит, в ней правила безопасности самые строгие. И соблюдают их все. Лишние люди сюда не ходят. Не дай бог здесь курить или еще что-нибудь. Здесь просто много всего. Что эту лачугу вплоть до самого дома разнести может. Особенно вот такие. Ого! Дроны, особенно в условиях дефицита снарядов, мин и ракет, становятся оружием победы. Ликвидировать на подходе атакующие колонны россиян можно только беспилотниками. Сейчас Силы обороны Украины продолжают совершенствовать и масштабировать применение коптеров. А для этого нужны вот такие фронтовые мастерские лаборатории.